Здравствуйте! Это об уважении к вам. Я бы сейчас так предложил развернуть зал, и чтобы спикерами были вы. А зрителем на какое-то время стал я. Это то, как мне видится буквально завтра, будет образование в этой стране, которое очень серьезное уже на данный момент времени играет роль в мировом образовании. Если говорить о послезавтрашнем дне, то, что действительно нас глубоко волнует сейчас, всю команду, огромная команда открытого университета, об этом чуть-чуть позже. Как мы удержим то образование, которое Украина сейчас дает своим выпускникам? Как мы удержим этот статус в мире? Благодаря каким конкретным действиям ежедневным? А сейчас, я напомню, я развернулся, и сейчас на сцене вы, вы спикеры, вы стейкхолдеры образования. Так вот, благодаря каким конкретным каждодневным действиям мы сможем три поколения подряд удержать эту страну в мире на очень высоком статусе, в очень высоком статусе. Я точно знаю, что сейчас каждый здесь находящийся глубоко верит в себя, с одной стороны. И с другой стороны, все время находятся в поиске неких вопросов. И это для нас является процесс образования, бесконечный. Давайте посмотрим, каким образом эту беседу можно сейчас построить. У меня есть ряд вопросов, буквально коротких для вас. Мне было бы очень важно, если вы на них будете отвечать сейчас у себя в голове, и вы проделаете действительно большой-большой труд. И буду очень рад, если вы мне просто напишите, допустим, в соцсетях напишите ответы, которые действительно рождаются, потому что это только начало дискуссии. Которые являются образованием. Вот этот вопрос волнует очень многих в нашем окружении. Все-таки мы, когда говорим о образовательном процессе, а тем более о маркетинге образовательного процесса, и мы используем слово стейкхолдеры, кто на самом деле является стейкхолдером? Кто на самом деле участвует в образовании? Только, вот как в классической модели, у нас есть группа преподавателей, группа студентов и, возможно, группа кураторов, которые менеджат это образование. Мы сейчас говорим и о государственном, и о частном, и об очень маленьком, и огромных платформах, и онлайн, и оффлайн, и блендет. Любое возьмите. Кто стейкхолдер? Тот, кто дышит, с момента, как он родился, он уже вступает в процесс образования. Ну, тем, что он появился на свет, и тем, что он обозначил свое появление на свет, он мгновенно заставляет своих родителей думать о том, какое образование он получит завтра. Они начинают готовиться к очень длинному пути. Готовясь к этому пути, сознательный родитель абсолютно точно знает, что он ведет за собой, значит, речь идет о моем собственном образовании. Значит, тот, кто дышит? Или? Вот этот вопрос, который внизу. Мы некая каста, которая принимает решение по поводу того, какое образование получить сегодня, каждый день. Что это для вас?